Друзья, добрый день! Не так давно мы с вами разговаривали о правильной системе построения защиты лука. И условия 2022 года с обильным выпадением осадков, с перепадами температур способствовало сильному поражению лука переноспориозом, а также другими болезнями, особенно в условиях Западной Беларуси. На сегодняшний день мы находимся на нашем демонстрационном поле у наших партнеров в Литском районе Гродненской области, где заложена линейка луков Сингента, а параллельно мы заложили систему защиты, новую систему защиты от компании Сингента. Компания Сингента всегда предлагает вашему бизнесу комплексные решения. О применении новой системы защиты расскажет мой коллега. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас 5 августа, мы находимся на поле лука в фермерском хозяйстве. Хотелось бы на сегодняшний день остановиться на системе защиты лука от основных болезней. Это переноспороз, альтернариоз и стимфилиоз. Погодные условия в этом сегодня складываются благоприятно для развития этих патогенов. В первую очередь, как мы всегда вам рекомендуем, на луке первая обработка должна проводиться системным фунгицидом. Сегодня у компании Сингента это Ридамил Голд, поэтому он здесь был и применен в норме 2,5 килограмма на гектар. Почему? Перо интенсивно растет и препарат должен успевать вместе с приростом идти по перу вверх. Второй ДВ Вредамиле Монкоцеп это продукт, который позволяет нам делать профилактику альтернарии, ну и других болезней. В дальнейшем здесь на опытном участке хозяйства была применена своя схема. На нашем варианте был применен новый фунгицид компании Сингента, регистрация которого ожидается в декабре, Рондис Ультра. Чем интересен фунгицид? Ну, наверное, будет лучшее решение на рынке Беларуси в ближайшие несколько лет, поскольку в составе есть молекула Ревуса и молекула Оксипипролина, то есть продукт будет обладать системно-трансламинарными свойствами, плюс очень большой период защиты. И продукт будет идеально подходить для растений, у которых толстый восковой слой, ну их допустим, как у лука. Норма применения будет 0,5-0,6 литра на гектар, и норма зависит от того, какую систему вы будете строить. Двух-трехкратное внесение в фунгицидов. В то же время хотелось бы добавить, что во вторую обработку вместе с Рондисом здесь был применен фунгицид против альтернариоза и симфилиоза, новой, опять же, компанией Сингента Меравис. Из класса карбоксамидов, то есть такая комбинация Рондис плюс Меравис нам позволит защитить перо гарантированно на две недели, а то и более. Теперь предлагаю посмотреть вблизи две системы защиты, ту, которую предлагаем мы, и системы защиты хозяйства. Если посмотреть на варианты, где был применен Рондис плюс Меравис, да, перо старое, оно отмирает. Если посмотреть на новые перья, лука, в принципе, все здоровое, но верхушки понятно. Все же два фунгицида чудес не бывает, но лук достаточно здоровый. Если посмотреть на вариант, который хозяйственный, здесь мы уже можем увидеть и пераноспору. Видите, перо повреждено из симфилиум, альтернария, ну то есть в первую очередь пошла перноспор, а дальше на слабшее перо садятся уже другие патогены. Я думаю, разница видна очевидно. Что даст хорошая система защиты? Если со старта будем думать, что очень дорого, то в итоге все равно мы получим хороший качественный урожай товарной луковицы с хорошим воловым сбором. Ну и конечно, такая луковица будет лежать и храниться лучше, нежели лук, который немного больной. Что получится на этом поле в итоге, смотрите в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok 2022 года также способствовали сильному засорению луков сорной растительностью. Обильное выпадение осадков на фоне пониженных температур ранневесеннем периоде пропятствовало хорошей работе почвенных препаратов. О ошибках применения грибицидов в этом сезоне мы вас познакомим на нашей луковой конференции. Помните, используя комплексное решение компании Сингенты, вам всегда позволит получить хороший достойный урожай. Раскроем потенциал растений вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова